Это значит, что у нашей церкви есть будущее. Аминь. У вас начало очень много будущего в нашей церкви. Да, есть на кого оставить наше служение. И мы на какого-то оставим наше служение. Да. Ваши сердца готовы принимать Божье Слово? Ваши сердца готовы принимать Божье Слово? Аминь. Молодцы, всегда готовы. С удовольствием передаю этот микрофон нашему сегодняшнему проповеднику, пастору Роману. Да, вам тоже есть микрофон на пастору Роман. Всем привет. Здравейте на всички. Все выспались. Всички ли сосы на спаль, людьми. Здорово. Да, так Бог дал такое слово. Бог мне дал такого дума днес. Да, как-то на днях задумался. И последние три дня с изомислих. И заметил такую вещь. Изоблязах такого нечто. Что за последние несколько лет люди стали все более ранимыми. Чей преспоследний день в Кугудине хвалят и состанали почувствительны. Более обидчивыми. Получиться убеждат. Что любая трудность, любое какое-то недопонимание их как-то выбивает из скольи. И всякая трудность, неразбиранная, гискарва от спокойствия. Что жизнь сразу боль, трудность, печаль, трагедия, катастрофа. Живота стала болка, печаль, трагедия, катастрофа. И самое печальное наблюдать это среди христиан. Печально и больно наблюдать, когда вот люди верующие в Иисуса Христа. Все так же ранимые. Пытаются как-то обвинять других. Оправдать себя. Обвинять других хору, оправдать себя. И самое печальное в этом. Нае печально в твоем. Что какое семя они будут сеять с таким настроем. Какого семя, что сеять с такого настроения. Для всех нас примером должен быть Иисус. За всякий один от нас примера трябва да Иисус. Соответственно, каждый из нас должен быть сильным, как Иисус. Зато во всякий один от нас трябва да и силен, как Иисус. Вот моя сегодняшняя проба и так и называется. «Будь сильным, как Иисус». Давайте откроем первое Евангелие. Что утворим Евангелие. От Матфея. Евангелие от Матфея. Шестая глава. Шестая глава. С 25 по 34 стих. От 25 до 34 стих. На экране вы можете видеть перевод на болгарском. Проект в Рождественном на болгарском. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Я об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашней мне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Вот тут мы видим, Иисус говорит о том, что мы не должны заботиться о своем дне. Только виждами, что Иисус говорит, что нам нужно, чтобы мы сгрижем за завтрашний день. Что Бог обо всем позаботится. Что Бог погрижет за всичку. А что бывает зачастую у нас людей, когда что-то идет не так? И увидите, как все это происходит, когда он не вернулся по плану. Зачастую начинаем ныть. А, все не так. А, как я это получу? А мы знаем, что Иисус никогда не ныл. Потому что Он знал, что Отец Небесный даст все необходимое. Да, каждый из нас хочет, чтобы все в жизни было хорошо. Чтобы работать, все было хорошо. В жизни все было хорошо. В служениях все было хорошо. Чтобы не было никаких трудностей. Чтобы все просто всегда шло в гору. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Бывают в жизни моменты, которые не дают нам вот такой полного успеха, скажем так. Иисус говорил об этом, что в этом мире будете иметь скорбь. Но Он победил этот мир. Соответственно, когда мы следуем за Иисусом, когда Он наш пример, любая трудность и невзгода будет решена. Все зависит от нашего выбора. Зависит от нашего избора. Знаете, вот я недавно себя поймал на мысли. Вот я работаю. И пришла такая мысль. Ой, а если я вот с этими клиентами сейчас все им найду? Откуда у меня появятся другие? И тогда я вспомнил, что вот на протяжении последних лет трех, наверное, что я не сильно-то и старался искать своих клиентов. Они сами всегда меня находили. Потому что Иисус заботится обо мне. Я поставил Его на первое место. И Он заботится о том, чтобы в доме всегда было что поесть и было что одеть. Особенно, что одеть в Болгарии вообще кайф просто. Настолько и вещи, в принципе, дешевые. И секунды такие крутые были. И вот я действительно сравнил это с тем, скажем так, четыре года, пять лет назад. Когда вот я вот так суетился. Где клиенты? Где клиенты? Где клиенты? И их не было. Вот я их искал, а их не было. Даже сейчас есть в работе такая забавная статистика. Вот люди публикуют в группах, что ищут квартиру, дом. И всем, кому писал я. Ни разу не получилось им что-то найти. А все те, кто ко мне сами обращаются. Вот с ними всегда все получается. И это вот один из показателей, как действительно Бог заботится. И знаете, вот так проверяется доверие. Така се проверява доверието. Когда не все идет гладко. Когда не все идет так, как хотим. Когда где-то идут трудности. Проверяется, а насколько мы доверяем Богу. Ведь Иисус говорил. Откройте Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стих. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, ибребе мое легко. Всем нам известное место. Всички познават твое место, сигурно. Пару недели назад и Оксанчик проповедовала. Преди някакова седмица Оксана също и проповедовала. Что насколько важна кротость и смирение. Колко важно да сме кротки и смирени. И это место мы все перечитывали множество раз. И това место много често сме го чели. И все хорошо его знают, чуть ли не наизусть. Но задайтесь вопросом в свое сердце. Когда приходит какая-то трудность. Когато идва някакова трудност. Или какой-то план рушится. Или някакъв план се разрушава. Что первым вы делаете. Какво първо вие правите. Ноите. Оплаквате се. Или же приходите к Исусу. Или идвате при Исус. И возлагаете все на Него. И возлагате всичко върху Него. Второе. Второто. Исус. Никогда никого не осуждал. Никога никого не е осъждал. Не обвинял. Не обвинявал. И не перекладывал ответственности. И Той не е прехвърлял отговорността върху тях. Давайте откроем еще одно всем известное место. Что творим още едно място, което известно за всички. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Восьмая глава. Осмая глава. С первого по одиннадцатый стих. От первого до одиннадцатый стих. Исус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята за прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый бросите в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемыми совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус, и женщина, состоящая посреди Иисус, не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди, и впредь не греши». Аминь. Вот, опять же, место, которое все мы знаем. Место, зачитанное, наверное, до дыр. Което много пути стачали. Но, опять же, задайте себе вопросом. Обаче, задайте вопрос. Когда вы видите, что человек косячат? Когда вы видите, что человек грешит в нечто? Живет не так, как вы это себе представляете. Живет не так, как вы себе представляете. Не по тем правилам. Не по тези правилам. Что вы первое делаете? Как вы правите первое? Какой первый вопрос в вашем сердце возникает? Какой первый вопрос возникло ваше сердце? Знаете, вот это... Одна из самых больших проблем в современной евангелизации, Една из самых больших проблем в современной евангелизации, Которые я заметил в последние годы. Аз забелязах през последние години. Это вот как раз таки тема осуждения. Това е темата на осуждение. Я встречал очень много Молодежных лидеров. Молодежки лидери. Которые запрещали приходить на молодежные собрания. Которые не позволяли идти на молодежные собрания. Если человек выглядел как-то не так. Ако тот человек не изглеждал как-то требовало. Или жил как-то не так. Или живеял как-то. Не как-то требовало. Что они говорили. Вот ты вначале переоденься. И саказывали. Вначале уплечись по другому начинку. Направи другая прическа. Живи так, как вот написано. Живей как-то. Пиши. А потом приходи. И после идвай. И человеку естественно не хочется приходить в такое место. Что каждый человек ищет место, где его смогут принять. Как Иисус принимал. И в принципе в Библии пишет, что Иисус не пришел для праведников. Он пришел ради грешников. И знаете, вот я заметил вот по нашей молодежке. Я забелязах в нашуто молодежку собиране. Вот сколько молодежи приходило. Колкото молодежи са идвали. Никогда никого мы не осуждали. Никога не сме осуждали никой. Мы говорили, что у нас есть определенные правила. Которые мы хотим, чтобы соблюдали. Хотя бы из уважения к нам. И уже своим примером. И вечер со своим примером. Мы показывали Божьи принципы. Божья любовь. И вот уже видим вот плоды молодых ребят и девчонок. Которые приняли Иисуса в свое сердце. Вот так же и мы давайте задумаемся. А как мы поступаем с окружающими нас людьми в таком плане. Знаете, вот тоже есть одно свидетельство. Вот я не помню делился я им или нет. Не се срещам дали го споделях вече. Там, один мой друг, молодежный лидер. Един мой приятел, молодежный лидер. Расказывает ситуацию из его жизни. Расказывает ситуацию из его жизни. Что к ним ходит на молодежку парень. На тяхното собирание идва едно умче. И он, скажем так, на тот момент не сильно был определен насчет своей ориентации. Может быть, отношение к какому он пола. Там были проблемы, что этот парнишка воспитывался с бабушкой и мамой. Не было, скажем так, в семье мужской руки. И вот на одном молодежном собрании в другом городе. Лидер молодежки ему сказал, нет, ты не имеешь права прийти. Пока не будешь выглядеть, как вот парень, как мужчина. А у него еще тогда был такой период, 15-16 лет. Такой бунтарский, еще подростковый. И что он сделал? Перестал ходить. И, с счастью, он переехал вот в другой город. И вот мой друг подумал, а что будет лучше? Если вот он вот такой весь разукрашен. Будет ходить на молодежку? Периодически приходить в церковь? Или же будет просто ходить гулять? И он подошел к нему, говорит, а приходи к нам. И парню вначале было страшно. Потому что у него был неудачный опыт. Он боялся вот этого вот осуждения. Но он пришел, увидел, что его принимают с любовью. Что никто не обращает внимания на его внешнюю составляющую. И буквально через месяц-полтора Парень все смыл. Определился. Покаялся. И сейчас ходит в церковь, служит там. Слава Богу! И вот это как раз-таки тот пример из места, которого мы прочитали. Он его поднял. Показал пример. И у парня поменялась жизнь. Что было бы иначе? Мог быть ожидать очень плохой финал. Что касается обвинений? Вспомните, что говорил Иисус, когда его распяли на кресте. В Луке 23 главе 34 стихе пишет. Отче, прости им, ибо не ведают они, что творят. Он не стал обвинять Иуду в своем предательстве. Не стал обвинять народ, людей, что они выбрали Вараву, а не его на освобождение. Он не стал обвинять народа, что те са избрали Варава, да го освободят. Не стал просить, чтобы Бог покарал этих людей. А наоборот, он попросил, чтобы Бог их простил. А почему мы в наших неудачах или в других каких-нибудь моментах ищем всегда виновных? Что виноваты те, виноваты власти, виноват сосед, виноват Бог. Все, кроме меня. Зачастую я вам скажу так, что я заметил в своей жизни, что когда есть какая-то неудача или что-то рушится, это либо нужно нам, чтобы мы извлекли какой-то урок, либо мы сами в этом виноваты. Знаете, у меня вот в жизни был случай такой. Я когда начал работать в недвижке, мне это очень понравилось. И человек, на которого я работал, предложил мне стать с ним соучредителем. А в знаниях законов, ведения дел, я полный ноль. На тот момент. Но статус директора фирмы меня очень сильно подкупил. И знаете, у нас была такая договоренность, что я отвечаю за продажи, аренды, общение с клиентами. И не соговорихме, че аз отговариваем за клиентите, за общение с клиентами, за продажбите. А он отвечает за бумажки, документацию, налоги, бухгалтеров и прочее. А то отговаривая за счетоводителей, за работа с документами и такими вещами. Знаете, вот в тот момент не стал советоваться с блоком. И в тот момент аз не все советоваться с блоком. Спрашивать, а стоит? Аз не глупо, и так далее трябва. И пошел, взялся такой. И аз согласился. Работаем. После двух или трех неуспешных лет работы совместной. След две, три неуспешные години заедну. Мы начали работать отдельно. Заплачнахме да работим моделно. И в един момент я узнаю. И в един момент научавам. Что оказывается есть неоплаченных долгов и налогов на почти 10 тысяч лева. Че имам дълг, който не платен, 10 тысяч. И это все на мое имя. И това всичко на моето имя. Не на его. Не на неговото. И знаете, я в какой-то момент поймал, начал такой. Блин, вот он виноват, вот если б не он. И аз заплачнах, началото първо, което помислих, беше. О, не, той виновен, ако не беше той. И знаете, около полугода вот я жил в таком состоянии. Пока Бог мне не сказал, не, не, не. Ты виноват. Кто тебя заставлял, во-первых, соглашаться? Надо было спросить меня. Трябваше да ме попиташ. Потом, раз согласился. Ако си се согласил. Надо было изучать и все проверять. Трябваше да провериш, да изучиш всичко. А ты понадеялся на человека, а не на Бога. А ти си доверил много на този человек, обаче не си доверил на мен. А в Библии написано, что каждый может предать нас, кроме Бога. А Библия-то пише, че всеки можеш да не предаде у свин Бога. Как бы ни печально это было, но в этой комнате каждый может предать. Колку ты печально можеш да изглежда, но в тази стаи всеки можеш да ты предаде. И вот я тогда понял, да, Господь. Аз тогава разбрах, да, Господи, аз съм виновен. И знаете, вот потихоньку, потихоньку, с Божьей помощью, это все началось отдаваться. Зато это стало для меня уроком. Но това станет урок за мен. Что если что, сразу к Богу. Третье. Иисус никогда не ставил себя в позицию жертвы. Иисус никогда не поставил себя в позиции жертвы. Никогда был искушаем в пустыне сорок дней. Никогда был избит и распят. Хотя, скажем честно, хочется, особенно проходя такие испытания, хочется вот. И в принципе, по человеческому взгляду, имеешь полное право себя поставить в позицию жертвы. Честно казано, к сожалению, когда Иисус минал такие испытания и трудности, би было нормално да се уплаква. В наше время это одна из самых таких часто встречаемых проблем. И в нашето время този проблем често встречаем. Все больше и больше я встречаю людей. Все повече и повече срещаем хората. Которые вот прям имеют желание в любой такой ситуации поставить себя в жертву. Что, ой, я такой печальный. Я такой несчастный. Вот все вокруг такие нехорошие. Обижают меня. А я такой хороший. Почему все так? И это очень удобная позиция и очень удобное оправдание. Това много удобная позиция и можешь да си намеришь много оправдания. А зачем что-то делать? За что да прави нечто? Я жертва. А сам жертва. Вот взгляните в свое сердце и задайте вопрос. Погляднете в сердцето си и задайте този вопрос. А как часто вы занимаете такую позицию? Колко часто вы поставите себе си в тази позиция? Особенно, знаете, когда вы прослушаете мотивирующую проповедь. Особенно, когда вы слышите мотивирующую проповедь. Или песня, как это прославление, вас тронет прямо до глубины сердца. Или некая песня на хваление, видокосно, дадут долупочината на ваша душа. И вы такие, все, с понедельника начинаю новую жизнь. И вы, как оказываете на себе си, от понедельника започвам нов живот. И вот вы начинаете вроде бы что-то делать, все менять, жизнь менять. Започваете, направите нечто, допромените живот си. Но через месяц не сильно большие изменения. И такие, все, ничего не получилось. Все виноваты. Все меня обижают, никто не слушает. Все, я жертва. Но вот конкретно в таких делах время показывает. Времято показывает. Когда вы стабильно все делаете. Когда вы стабильно правите нечто. Улучшаетесь. Подобрявате се. Тогда и будет результат. Тогда вы получите результат. А когда вы таки наполнены, мотивированы, с понедельника все начинаете. Когда сте исполнены с мотивация, че начнутся от понедельника. Главное все довести до конца. Важно то е, да стигнете до финала. Знаете, есть много таких оправданий. Начну с понедельника. Има много оправдания, что започна от понедельника. С первого числа. От первого числа. С нового года. От нового тагудина. А вы знаете, что 24-й год начался понедельник первого числа. 24-го година и започнено от понедельника первого януаря. Сразу три комбинации сошлось. Веднаго три комбинации. Так что задумайтесь, может реально стоит начать. И вот мы опять же должны брать пример с Иисуса. И треба да взимаем пример от Иисуса. И в Библии написано, кем являлся Иисус? Лев из колена Иудина. Соответственно, каждый из нас лев или львица? Скажите, я лев. А лев в априоре не может быть жертвой. Потому что он такой мощный, статный, сильный. Только в одном случае лев может оказаться жертвой. Само в един случае лев может быть жертвой. Если он еще маленький львенок. А кто еще малый лев? Но и то, чтобы не оказаться жертвой более крупных хищников. И да не се укажет жертвой на големите хищнице. Он всегда рядом со взрослым львом. То же лев дете винаги до своих родителей. Поэтому задайте себе вопрос. Зададайте вопрос. Кто вы? Большой, статный, могучий лев или вы еще львенок. Или все още сте дете лев. Если вы лев, значит у вас есть сила, у вас есть мощ. Това означава, че имате сила и мощ. И вы не жертва. И не сте жертва. А если вы львенок, то вы не должны отходить от льва. Тогава не трябва да се удаличавате от големия льв. От льва из колена Иудина. Четвертое. Иисус никогда не испытывал страх. Иисус никога не се страхувал. Той не чувствовал страха. Это очень опасное чувство для человека. Задайте себе вопрос. Что является источником вашего страха? Потому что зачастую страх вызывает панику. Страх очень сильно разрушает человеческое состояние, самочувствие. Страх разрушает человеческое состояние, самочувствие на человека. Зачастую главной причиной страха является недоверие. И вот отсутствие этой любви. Давайте откроем первое послание Иоанна. Четвертую главу. Восемнадцатый стих. Восемнадцатый стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Да, конечно. Когда вы наполняете свое сердце вот этой любовью, то страху там нету места. Тугава страха не может намерить место в твоем сердце. Соответственно, эта любовь подталкивает вас к полному доверию Богу. И та же любовь векара да се доверите на Бога из цяу. Знаете, недавно один человек сказал мне, что он поражается тем, как я спокойно реагирую на какие-то неудачи в своей жизни. Что незаметно, чтобы у меня был вот этот страх. Одна из причин, почему вот я пришел к Богу и в принципе в церковь, что у меня был страх перед будущим. Я не знал, кем я хочу быть и что я хочу делать. А в церкви, в Боге, я нашел этот ответ. И на протяжении всех этих лет я заметил, что когда у меня появляется страх, сразу за ним идет паника, и жизнь действительно начинает рушиться. Потому что мозг получает определенные ограничения. Духовные глаза и уши перестают видеть и слышать. И я не вижу и не слышу то, что мне говорит Бог, как это решить. Поэтому какая бы экстренная ситуация и страшная ни была, я всегда стараюсь сейчас уже абстрагироваться от этого. Посмотреть это под другим углом. И когда я действительно спокоен, сердце полно любви, я спокойно получаю от Бога ответ, решение на то или иное вопрос. А так бывало очень часто, что когда страх был вот в сердце, я не видел, как люди подходили и что-то пытались как-то помочь, что-то сделать. Не забелязвах хората, които са идвали при мен, не са ми казвали нещо и се опитвали да ми помогнат. Или каких-то решений мне не приходило в голову. Сейчас же бывает какая-то трудность, я успокаиваюсь, молюсь, и практически сразу приходит ответ, и я такой думаю, это же гениально. И я понимаю, что сам бы я до такого не додумался. Это все Бог. И что самое особенное, чего мы не должны бояться, это того, что мы христиане. Это то, что мы верим в Иисуса Христа. Этого мы не должны бояться и не должны стыдиться. Знаете, я недавно тоже одному своему другу рассказывал, что, как оказалось, в Арне есть философский клуб русскоговорящих. И недавно они выставили объявление, что собираются пообщаться на тему христианства. И мы таки, молодежкой, активизировались. Пошли. Но, к сожалению, организаторша заболела и перенеслось это общение. И я вот рассказывал другу, что есть вот такое, что хочется поучаствовать, пообщаться с людьми. И он говорит, а вы не боитесь? Я говорю, братан. Нас туда пришло десять человек. Только из молодежки. Чего нам бояться? Да пусть они боятся. Нас много. Все красивые, мощные, все львы. Нет, мы много красивые, нет, мы все улыбываем. Поэтому что нам бояться? Бог с нами. Каждый из нас мудрый. Я говорю, половина из этих людей вообще в духовной академии учатся. Что они нам скажут того, что мы не сможем ответить? А наоборот. Мы с ними можем хорошо подискутировать. И людей переманить к Богу. Вот поэтому видно, дьявол все ставит палки в колеса, что мы не можем никак собраться. Потому что знает, что пришли десять мощных христиан. А в принципе, раз люди готовы на эту тему дискутировать, значит им интересна тема христианства. Соответственно, их сердца, их почва более-менее подготовлены. И получается, что мы можем очень хорошо засеять. И дьявол этого боится. А мы нет. Потому что мы кто? Львы. Да, и очень правильно, и очень хорошо, когда вот эти все четыре пункта, которые я говорил, мы убираем из своей жизни. Потому что мы являемся примером для неверующих людей. за что-то заявляем пример за неверующих хор. Да, для нас Иисус пример. Но потому что мы его знаем. За что-то не его познаваме. А люди в мире его не знают. Лично. они знают, либо если встречаются люди, которые говорят, да, был такой человек. Либо воспринимают историю об Иисусе они берут вначале с нас. Если мы начинаем ныть, если мы обвиняем, осуждаем, ставим себя в позицию жертвы, то люди будут смотреть и думать, а зачем мне туда приходить? Я таким быть не хочу. А когда они видят, что мы статные, мощные, жизнерадостные, красивые, то естественно человек будет такой, а я тоже хочу таким быть. И тогда он будет тянуться и будет по чуть-чуть свое сердце открывать. И только он даст маленькую даже трещинку. Бог сразу туда войдет. Мы уже все знаем, что каждый из нас лев. Соответственно, в нас очень много силы. В каждом из нас Бог заложил колоссальную силу, дары и таланты. и все зависит лично от нас. Что выбираем мы? Выбиваем развиваться, расти, или зацикливаться на бытовых делах, проблемах, ставить себя в позицию жертвы, обвинять всех вокруг, все виноваты, моя хата с края. Выбор за каждым из нас. я вам скажу, что сегодня именно тот самый день, чтобы начать менять себя, менять свою жизнь, менять мир вокруг себя. У вас для этого есть все. Все из вас тут мощные красавчики. Все зависит от вас. Принимаете вы это? принимаете вы то, что вам дает Иисус. Или же вы такие не я этим пользоваться не хочу. Поэтому задайте вопрос в свое сердце. Сделайте этот выбор в постоянстве. Не ждите, что через неделю все полетит. у кого-то может быть и так. Все зависит от ваших усилий, стараний и желания. И что самое главное веры. Доверьте все Богу. Возьмите пример от Иисуса. И будьте сильными как Иисус. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это чудесное и прекрасное время. Благодарю Тебя за то, что Ты дал каждому из нас силы, дары и таланты. Я благодарю Тебя за то, что в каждом из нас заложен этот колоссальный потенциал. Что каждый из нас имеет вот эту мощь. За что сказал, христиан особенно последнего времени будут содрогать этот мир. Что каждый из нас именем Твоим сможет исцелять изгонять бесов. И Ты дал нам каждому власть и силу. Я молю тебя, открой сердце каждого из нас. нам принять эту силу, эту мощь свое сердце. Дай наполнить свое сердце этой любовью. Изгнать всякий страх, всякое сомнение, всякое осуждение. Дай каждому из нас почувствовать себя настоящим львом, чтобы чувство вот этой жертвы ушло прочь и навсегда. благослови каждого из нас, наши семьи, народ Божий скажет Аминь. Спасибо большое.